здравствуйте в эфире программу спрос здоровья с вами раиса киен сегодня у нас в студии врач от ариналаринголога хан ахмедов анар амирханович здравствуйте на мир ханович здравствуйте анар ханы сейчас наступила зима время холода инфекций и простуд расскажите как защитить себя от заболеваний и какие сейчас особенности есть заболеваний до касаемо лор инфекций лор заболевания зачастую это осложнение после урвы это для профилактики нужно иметь хороший иммунитет заниматься спортом правильное питание и одеваться по погоде а если уже не избежали попадание вируса в организм заниматься проблемой вместе совместно с доктором какие сейчас самые распространенные заболевания с какими заболеваниями приходят к вам пациенты осенний весенний период это зачастую это простудные заболевания осложнения то рвы и гаймориты весной очень часто у нас поленоз цветение на фоне этого полипы носовых ходов летом мы любим пить прохладительные напитки и на фоне этого очень часто получаем портензелярной абсцессы который приходится нам лор врачам вскрывать что это значит можете объяснить портензелярная абсцессы зачастую это осложнение после ангин это воспаление небно-миндальной ангины образуется на небно-миндальной фибрину нарушается дренажная функция и начинает образовываться гной и лор врачу приходится вскрывать гной на абсцесс чтобы до этого не доводить нельзя переохлаждаться очень мы любим летом под кондиционером лежать вот это не приветствуется соблюдать осенне-весенний период сменчивость погоды по одежде вот и все будет в порядке ну давайте сейчас как раз поговорим про холодное время года и соответственно про одежду многие из нас не любят носить шапки считают что это не модно да и некрасиво и поэтому многие пациенты поступают с жалобами на боль в ушах что делать и почему возникает боль в ушах что делать как снять боль зачастую боль в ушах 90 процентов это осложнение от орвишной инфекции отекает носоглотка нос нарушается аэрация попадает большое количество слизи из носоглотки в слуховую трубу и получается зачастую средний отит и чтобы этого не было нужно начинать первая ступень это освобождать нос нужно сосудосуживающим каплями пользоваться многие очень большие противники этих препаратов но первые дни простудного заболевания это основной препарат который нас защищает как раз таки не дает попадание большого количества слизи который образуется в нас и в носу и носоглотки в слуховую трубу вы я если уже ситуация случилась так что отит отита бывает разные катаральные гнойные оксидативные если это катаральный отит и боль резкий можно покапать в ухо препарат содержащий лидокаин а вот если из ухо идет отделяемая прозрачная желтая не имеет значения нельзя лидокаин содержащий препараты капать самое главное если начинается заболевание боль в ушах нужно обратиться к лору врачу там уже лор подберет что нужно расскажите как вы относитесь к антибиотикам к антибиотикам я отношусь нормально потому что если есть допустим гнойный отит если есть партензелярный абсцесс там где есть гной без антибиотики я считаю что не обойтись а там где есть катаральные явления вот при катаральном матите при катаральных явлениях в полости носа носоглотки можно обойтись местными антисептиками не обязательно тебе антибактериальной терапии то есть вы считаете что в принципе антибиотики нужны до для заболевания лечение заболеваний лор инфекции не всегда но нужны да это доктор должен сам определить в какой ситуации как поступить потому что есть моменты когда без антибиотика бы просто сделаем так что совсем плохо будет намер ханович расскажите про профилактику заболеваний что следует не допустить и как правильно сделать так чтобы обезопасить наш организм вот профилактика как мы вот изначально говорили если начинает отекать нос нос не дышит нужно начинать обязательно с сосуды сужущих препаратов потом промывать нос солевым раствором обязательно орошать горло антисептиками это будет профилактическая мера но самая глобальная профилактика это еще раз повторюсь это правильное питание свежий воздух гимнастика спорт все остальные расскажите мне еще даже как обывателю да мы все занимаемся спортом надеваем наушники даже когда гуляем размер разве развеете миф правда это ли нет что наушники наносит вред нашим ушам нашим слуховому аппарату и вообще даже как врач какие наушники вы можете порекомендовать я бы сказал что не наушники наносят вред а именно звук исходящий из наушников если это мы все любим хороший рок качественный рок но если это постоянно слушать на максимуме и ничего хорошего от этого не будет нагрузка большая на слуховые косточки и это приведет к постепенному снижение слуха но если допустим я очень люблю локаторные наушники и звук более объемный и не так сильно бьет по среднему уху по барабанной перепонки я считаю что это более менее вредно для организма но главное еще раз повторюсь это звук какой частотой вы слушаете громко средняя низко то есть самое главное чтобы это было не максимально не громко да расскажите нужно ли идти к врачу с боли в горле вот тут же она появилась нужно идти или можно это все купировать дома потому что мы все сразу записываемся к лору говорим что у нас боль что у нас все равно невозможно глотать невозможно дышать что можно делать домашних условиях или все таки сразу же можно обращаться к врачу но в основном острые респираторные заболевания вот первые двое трое суток часто это насморк и боли в горле если вот в течение двух-трех суток вы промываете носоглотку полоскаете горло антисептиками и это все не помогает вам вы чувствуете и что состояние стало хуже вы должны обязательно записаться и сходить к врачу чтобы подобрать более адекватное лечение но как сегодня заболевать боль появилась горло сразу побежать я считаю что это не нужно очень много можно домашних условиях полоскать попить тепло питье точно так же можно сказать и про насморк когда насморк начинается конечно нужно обязательно в начале в начальном периоде это поле как я сказал сосудосуживающим препаратом пользоваться для того чтобы не допустить осложнение на уши или осложнение на верхние челюстные пазухи потому что это со временем может и перейти в гайморит если допустим долго будет застой слизи носовом ходу это постепенно может перейти в гайморит тогда уже точно без лора не пойдетесь а что делать если пациент очень часто капают капли в нос заложенность не проходит что делать таких случаях если пациент надолго подсел к сосудосуживающим суживающим препаратом это очень нехорошо надо нужно этим заниматься зачастую это только приходится нам оперативным путем потому что люди сидят годами на нафтезине и на других сосудосуживающих препаратах и это все купировать и вылечить не получается обычным методом консервативно приходится прибегнуть к хирургической методологии а бывает так что все-таки заложенность носом влияет не только того что люди часто капают каплю в нос а еще и вот искривление перегородки да конечно у нас зачастую бывает что вот нижние носовые раковины контактирует кривой перегородкой кривой части перегородки и воздух не проходит как положено в достаточном количестве и при закапывании сосудосуживающими носовая раковина сокращается нет контакта с кривой части перегородки и воздух появляется поэтому люди очень любят капать долгое время она это заканчивается чем что потом приходится нам оперировать она армир ханович ответьте на такой извечный вопрос стоит ли удалять миндалины или нет ну миндальные не надо так однозначно не ответить что нужно удалять это совместная работа пациента и доктора если доктор долго наблюдать за пациентом не видит что у пациента в году два-три раза ангина у пациента был партензелярный абсцесс что еще хуже у пациента при сдаче анализа антистерптилизину повышена намного то при этих случаях обязательно нужно удалять чтобы не наносить урон другим органам потому что осложнение от заболевания миндальным не может наносить урон и почкам и сердцу и суставам так что это решается на месте вот и неоднозначно человек пришел с проблем миндальной и сразу давай брать и удалять это неправильно нужно смотреть наблюдать до по ситуации мы сами очень много поговорили по такое заболевание как гайморит расскажите немножечко поподробнее вообще что это заболевание как она появляется и у кого все-таки она чаще бывает у детей у взрослых и почему гайморит это более научно если сказать это воспаление верхнечелюстных пазух это случается и у детей и взрослых у детей к сожалению это даже может сопровождаться еще более сильным осложнением виде внешних проявлений это пара орбитальная отек это отек щеки со стороны болезни допустим левосторонний или правосторонний гайморит для у взрослых таких реактивных явлений бывает конечно меньше более легче протекает это случается зачастую из-за того что нарушается именно проходимость воздуха через нос и застой слизи в носоглотке вот попадание слизи в гайморову пазуху но и после того как попадает слизь в гайморову пазуху и пазуха отекает слизь не выходит с пазухи идет застой присоединяются бактерии и получается у нас гнойный гайморит вот гнойный гайморит мы лечим и консервативно и пункционным методом пунктируем убираем гной это тоже определяется по ситуации то есть получается что значит пунктуационным методом то есть вы делаете проколы ну проколы попростанурует до пункцию пазухи и убираем вводим убираем гной вводим туда антисептический препарат я сейчас задам такой может быть обывательский даже вопрос бывает ли гайморит хроническим или нет как хроническая гейма да конечно бывает у нас есть пациенты которые стабильно раз в год приходят к нам именно вот весенний период когда начинается поленоз у них на что-то аллергия постоянно течет слизь и отдает осложнение на гайморов пазухи и нам приходится вот убирать функционным методом большое количество слизи если быстро это не убирать то это превращается угной осложнение все что отсюда истекает если гаймору пазухи нормально вычищать нормально пунктировать вымывать все зачастую это вы переболели на фоне урвы и потом все забылось но если у вас есть кривая перегородка проблемы с носовыми раками эвакуация слизи через естественные пути нарушена то зачастую вот и застревает слизь в пазухах и у нас получается как бы хронически от года в год приходят и приходится тоже эвакуировать пунктировать какое самое заболевание лора заболевания самое опасное это тоже такой вопрос есть заболевания которые могут привести к опасным заболеваниям допустим при отитах можно если неправильно лечить осложнение может быть до мастеидита от мастеидита и до менингита тоже недалеко поэтому это все как бы взаимосвязано нельзя говорить однозначно что гайморит это простое заболевание потому что осложнение и при неправильном лечении или при осложнениях может быть тоже закончится и менингитом это не означает что все гаймориты или отиты заканчиваются ими это правильный подбор правильное лечение это все от этого зависит на мир ханель спасибо вам большое за столь интересную приятную и полезную беседу спасибо вам тоже на с вами была программа про здоровье берегите себя и своих близких господи